...телами тела и организма. Крылья птицы, которые летают в воздухе даже лучше самых современных самолетов. Глаза человека, которые дают изображение лучше самых качественных в мире видеокамер. Или удивительно прочный скелет и мышечная система гепарда, который может бежать со скоростью 125 км в час. Все это, разумеется, не могло появиться случайно. Понятно, что все они сотворены кем-то с большим умением и разумом. И тот Творец, который сотворил живые существа со всеми их удивительными особенностями, Всевышний Аллах, который создал и нас с вами, дал нам разум, Благодаря которому мы можем понимать все, о чем мы сейчас говорим. А сейчас давайте все вместе рассмотрим только несколько из миллионов чудесных примеров Великих творений Создателя из мира животных. Удивительная особенность походки слона Слоны – самые большие животные суши на нашей планете И достигают веса почти в 5 тонн. Конечно же, для того, чтобы столь тяжелое животное могло спокойно ходить, Нужен особый механизм его строения. Слоны должны ходить очень подолгу, чтобы найти себе воду. И имеют ноги, которые являются чудом инженерной мысли. Если бы вот эти ноги были чуть-чуть тоньше, то они не смогли бы держать на себе слонов. Но в ногах слонов имеется еще одна очень интересная особенность. Под костями пальцев находится упругая жировая прослойка, Которая выполняет роль специальной подушки. Эта широкая стопа-подушка гасит воздействие давления. Благодаря особым подушкам слоны, несмотря на свою тяжесть, Ступают по земле очень мягко. Давление, которое слон одной своей ногой оказывает на землю, Меньше даже того давления, которое оказывает женщина, Носящая туфли на высоком тонком каблуке. Одним словом, ноги слонов – это особая амортизирующая система, Специально придуманная для огромных животных. Видите, ребята? То, что в стопе ноги у слонов размещена специальная подушечная система, Говорит о наличии здесь особого плана. То есть кто-то рассчитал самую подходящую для ходьбы животного форму, И согласно этому спроектировал особую систему. Это говорит нам о том, что существует создатель, Который спроектировал и создал слоны. И этот создатель – Аллах, искуснейший творец. А теперь, после знакомства с величественными слонами, Обратим внимание на совсем крохотные существа. Чудо пчелы Ребята, в этой части фильма мы познакомимся с пчелами. Эти маленькие и милые существа делают для нас вкусный мед, Которым все мы любим полакомиться за завтраком. А ведь он еще удивительно полезный. Пчелы – очень трудолюбивые и дружные маленькие существа, Которые живут большими семьями. Миллионы лет они производят для нас мед в таком количестве, Которое намного превышает их собственные нужды. Наши маленькие друзья сначала строят себе соты, Где они смогут хранить собранные ими милые. Эти соты – настоящее чудо инженерии и архитектуры В полном смысле этого строя. Для постройки сотов пчелы используют ВОЗ. Рабочие пчелы делают ячейки своих сотов Правильной шестиугольной формы С точным математическим расчетом. Оказывается, как установили математики, Шестиугольник – это форма, которая позволяет пчелам Заготавливать максимальное количество меда При минимальных затратах воздуха. Сотни пчел собираются вместе для постройки сот И все они принимаются за работу с разных мест В самом конце работы они встречаются точно на середине И образуется это превосходное хранение Ну вот, строительство сот уже завершено Теперь настала очередь сбора нектара Который потом станет медом Пчелы-разведчицы целый день летают От одного цветка к другому В поисках источника пищи Как только они обнаруживают Какой-либо новый источник пищи Они тут же возвращаются назад И сообщают об этом пчелам в улье Но оказывается пчелы совершенно глухи И не могут ничего слышать Поэтому они не могут общаться между собой вслух Несмотря на это, пчелы-разведчицы Рассказывают о местонахождении источника пищи Так точно, что их подружки находят его безошибочно Посмотрите, как пчелы справляются с этой очень трудной задачей Которой кажется нам невыполненной Давайте ответим на этот вопрос Задав себе другой вопрос Приходило ли вам в голову объяснять Кому-нибудь какой-нибудь адрес Посредством танца? Скорее всего, вы ответите нет Но пчела-разведчица, вернувшаяся в улей Описывает своим подружкам местонахождение источника нектара Совершая особый танец Пчела делает шажок И одновременно постоянно совершает движение своим брюшком По своей форме ее движение напоминает цифру восьмой Она двигает из стороны в сторону Своим тельцем очень быстро Примерно пятнадцать раз в секунду По сути, этот танец обладает очень важным смыслом Для других пчел Потому что он содержит в себе информацию О расстоянии до источника пищи О направлении полета к нему А также о том, насколько богат этот источник Пчелы, которые наблюдают за этим танцем Сразу же все понимают